МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реставрационные работы самолета Ил-2 идут полным ходом. В этой замечательной аудитории нас собрал Михаил Васильевич Исаковский. Вторые Исаковские встречи в областном центре. Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний житель Смоленского района. В Смоленске задержан поджигатель машины. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В начале недели избранные члены Общественного совета Десногорска провели свое первое заседание. Какие вопросы обсуждали и что решили, узнаете из нашего первого сюжета. На оргсобрание вынесли четыре вопроса, включая разное. Выбирали председателя, зама и секретаря. Приятно было видеть единодушие членов совета при голосовании. Председателем избран Владимир Исаев, его заместителем Алексей Тюрин, а секретарем Ольга Романюк. Именно таким составом было представлено руководство Общественного совета первого созыва. А теперь, учитывая накопленный опыт, коллеги вновь доверили им ответственные посты. Напомним, что Общественный совет избирается на три года. Вам, конечно же, предстоит заниматься теми различными проблемами, которые у нас имеются в городе. Но для того, чтобы и этими проблемами заниматься предметом, эти проблемы, конечно, нужно будет изучать. Первый созыв совета собирался один раз в полгода. Теперь решено заседание проводить чаще – один раз в месяц. Каждый второй понедельник месяца в 16 часов 30 минут аппарат Общественного совета будет вести прием граждан по личным вопросам. А затем в 17 часов все члены совета соберутся на заседание. Очередное состоится 10 апреля. В прошлом году по программе «Земский доктор», предусматривающей компенсационную выплату в 1 миллион рублей, 32 врача приехали работать в сельские больницы и поликлиники Смоленщины. Всего же за шесть лет действия программы в районные медицинские учреждения удалось привлечь 90 специалистов. В целом же за прошлый год в систему здравоохранения региона пришли работать 234 врача и 452 средних медицинских работника. Росстат сообщил, что стоимость товаров выросла на 0,9% только за последние два месяца. Если сравнивать с прошлым годом, то за два первых месяца был зафиксирован рост цен на 1,2%. Выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а стоимость услуг на Смоленщине выросла на 0,3%. Десногорские поисковики из отряда «Обелиск» ведут реставрационные работы самолета Ил-2, который, как планируется, должен дополнить ансамбль мемориала «Курган Славы». Все подробности в нашем сюжете. О том, что этот памятник будет установлен на «Кургане Славы», было решено на Совете руководителей в феврале прошлого года. С тех пор проведена немалая работа. Найдено и оборудовано помещение, перевезены останки самолета и уже почти полностью собрана бронекапсула кабины пилота. «Состыковали, вот увидели заднюю и переднюю часть. Черновая стыковка, хочу сразу сказать, это не окончательный вид его. Будет еще все разбираться, грунтоваться. То есть сейчас только идет подгонка всех узлов. Потом приступили к пазлам более мелким. Броня именно моторного отсека». Моторный отсек поисковики собирают из четырех самолетов-доноров, которые были ими найдены и подняты. Все они разбились во время падения на мелкие части. Железо собирается, как пазлы. Подбираются элементы, зачищаются и соединяются с варкой. Ювелирная работа. Многие части утеряны, но и здесь поисковики не унывают. Они в этом вопросе заручились поддержкой Министерства обороны. «На закрытие сезона я встретился с замначальника по выковечению памяти защитников Отечества. Это ведомство Министерства обороны. Это Саранан. Он дал гарантию и очень заинтересован был в нашем вопросе, потому что приехал он с нами знакомиться, с работниками, с поисковиками, которые ведут авиапоезд. Дал гарантию полностью, что, ребят, того, чего вам не хватает, пишите. Конечно, в электронном виде оформляйте, то есть с указанием элемента на фотографии. То есть нам нужен именно вот этот элемент. Потому что так на словах описать, что нам нужна такая-то жрецка практически невозможно. И будем искать, найдем». Памятник «Самолет» у нас в городе появится не скоро, поскольку работы ведутся на чистом энтузиазме самих поисковиков, которые тратят свое свободное время и вкладывают личные средства. 9 марта на родине Юрия Гагарина прошло памятное мероприятие, посвященное дню рождения первого космонавта. В этом году ему исполнилось бы 83 года. Торжественный митинг состоялся на главной площади города. Почтить память земляка собрались руководство области, общественные деятели, юные гагаринцы и жители города, а также коллеги первопроходца космоса. В России возможны проблемы с покупкой электронных билетов на самолеты, поезда и другие виды транспорта. Не исключено, что цены вырастут и на саму услугу по перевозке. Авиакомпаниям придется потратиться на создание фискальных накопителей. Затраты авиаперевозчиков рискуют взлететь выше 3 миллиардов рублей. Также могут возникнуть проблемы и сложности с использованием новых требований и у железной дороги. Миллиарды потребуются на исполнение нововведений. «Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг. На первое место попали Алтай-Чувашия-Тамбовская область. Смоленская область стоит на 14-м месте в эко-рейтинге. Неподалеку от нее расположились Магаданская и Мурманская области. Оценка качества экологии в том или ином регионе проводилась по восьми основным показателям. Частота воздуха, воды, почв, уровень экологического образования и другие. В областном центре прошли вторые Исаковские встречи. На юбилее песен прославленного земляка побывали и десногорцы. Видеоматериал для следующего сюжета любезно предоставила поэтесса Елена Дождь, участница Исаковских встреч. Вторые Исаковские чтения посвятили прекрасному юбилею – 75-летию знаменитых песен Михаила Васильевича «Огонек», «Ой, туманы, мои растуманы» и «В лесу при фронтовом». Инициатором встреч являются пресс-клуб «Чистая энергия» Смоленской атомной станции и областное отделение Союза писателей России. Все места, связанные с памятью Исаковского, с его стихами, мы обязательно нашими Исаковскими встречами мы обязательно проедем по всей Смоленщине, кто только захочет увидеть наших замечательных писателей, певцов, музыкантов, всех-всех, кто присягнул русской речи, русской поэзии и нашей отчизне. Замечательные стихи, посвященные «Соловьиному чуду России» Михаилу Исаковскому, представили поэты области. Слова признательности нашему прославленному земляку, автору всемирного шлягера «Катюше» дарили руководитель пресс-клуба «Чистая энергия» Смоленская АЭС Евгения Пришлицова, генерал Иван Мозговой, дочь Николая Рыленкова Ирина. Также прозвучали и песни-юбиляры. Исполнителям дружно подпевал зал. Всех участников встреч на два теплых ярких часа породнил великий земляк-песенник. Программа «Педагогические кадры» поможет молодому учителю купить собственное жилье. По ней преподаватели с официальным стажем работы в государственных муниципальных учреждениях не меньше года смогут принять участие и получить выплату на покупку жилья или на улучшение жилищных условий. Обоим категориям учителей предоставят выплату на первый взнос по ипотеке и компенсируют часть расходов по уплате процентов. Размер выплаты составляет не больше 20% от стоимости жилья. Для желающих принять участие в программе на экране показан телефон и адрес, куда необходимо обратиться. Криминальные новости. Черный лесоруб рискует сесть в тюрьму за незаконную рубку леса. Смоленин орудовал в Холм-Жирковском районе. Лесничий обнаружил незаконную вырубку в подконтрольном лесу и сообщил об этом в полицию. Сотрудники выехали на место преступления и нашли неподалеку следы от гусениц трактора, которые привели к дому лесоруба. Ущерб от его действий составил 10 тысяч рублей. За данное преступление теперь мужчине грозит срок до двух лет. А в Смоленске сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в поджоге автомашины. Как он пояснил полицейским, на поджог его толкнули неприязненные отношения с владельцем автомобиля. Все подробности в сюжете. 8 марта около 6 часов утра в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины, припаркованной во дворе одного из домов по улице Ломоносова в Смоленске. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденную автомашину. Огонь уничтожил салон и лакокрасочное покрытие. По регистрационным номерам был установлен владелец транспортного средства и его место жительства. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне у него произошел конфликт со знакомым на почве неприязненных отношений. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где и признался в содеянном. Накануне между ним и автовладельцем произошел конфликт, после которого он, увидев припаркованную автомашину оппонента, решил поджечь ее. Мужчина разбил водительское стекло и зажигалкой поджег чехлы на передних сиденьях автомобиля. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И в завершении выпуска новости спорта. Десногорские дзюдоисты стали призерами открытого межрегионального турнира по дзюдо, посвященного Дню защитника Отечества в городе Ярцево. Золото взяли Денис Галачев, Александр Яковлев и Евгений Берг. Трое спортсменов привезли серебро и пятеро бронзу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин